Телеканал КРТ представляет На карантине Если быстро открутить нефтяной кран То закручивать его придется еще быстрее Да, память она такая Дружбу с Брежневым 40-летней давности помнит А ягодицы журналистки нет Благодаря емкому турецкому языку Сложное определение Интеллектуал Климкинского стандарта Можно заменить одним словом Чатлак Добрый день, дорогие друзья В эфире очередная программа Международная панорама И ее ведущий Дмитрий Джангиров В мире продолжается эпидемия коронавируса Которая вроде бы прошла пик Но теперь нас пугает ее второй волной Впрочем, в Соединенных Штатах Америки Где число заболевших приближается К полутора миллионам А умерших к 85 тысячам Пытаются переложить вину За неготовность лучшей в мире медицины Ковид-19 на Китай Так, руководитель Совета по торговле Администрации президента США Питер Наварра заявил, что Цитата Китай должен понести ответственность За распространение нового коронавируса Претензии КНР должны быть оформлены На федеральном уровне В виде законопроекта Конец цитаты Однако на фоне этой Синофобской рутины Господин Наварра сказал воистину Золотую фразу о том Что Дональд Трамп построил самую мощную И красивую экономику в мире За последние три года Однако Китай разрушил ее За два месяца Согласитесь Звучит как музыка Трамп строил три года А Китай разрушил за два месяца Именно так С поправкой на мой чудовищный акцент Звучит по-китайски Этот день мы приближали как могли Ну а как сказал бы наш революционный поэт Да будь я бушменом себе на беду И то бы с упорством и жаром Я аглицки выучил Лишь за одну Прекрасную фразу Наварра Ну что можно добавить Спасибо товарищи Жэ Суи коммунист Шинуа Ну и было бы несправедливым Не указать на китайскую отповедь Американцам Размещенную 11 мая В официальном органе Китайской компартии Газете Женьмин Джибао Под названием Американским политикам Следует лечить психологическую патологию Перекладывание ответственности на других В материале весьма точно подмечены Три источника этой психологической патологии Первый из которых ограниченность Цитата На пресс-конференциях Белого дома и Государственного департамента США Основные политики не обладают ни профессиональным, ни практическим опытом Они способны говорить лишь то, что им приходит в голову Такие люди могут постоянно делать абсурдные заявления Конец цитаты Вторым источником названы скрытые намерения Цитата Отдельные политики, зная, что противоэпидемические усилия неэффективны Находятся в поисках козла отпущения Перекладывают ответственность на ВОЗ и Китай Конец цитаты Третий источник американской политической патологии Отсутствие политических твердых устоев Цитата На политической арене Вашингтона то, что получило высокие оценки накануне Может стать объектом атак сегодня Ложь появляется из ниоткуда Отдельные политики предпринимают любые меры для достижения политических целей Согласно расчетам на перспективы президентских выборов в ноябре Нынешняя администрация пытается показать твердую внешнеполитическую линию Воспользоваться эпидемиологической ситуацией и усилить так называемую теорию китайской угрозы Конец цитаты Но если иероглифами вышло несколько абстрактно, то латиницей вполне конкретно Очень жестко разобрала ситуацию с очередным фейком Госдепа британская The Guardian В материале «Разведывательный альянс пять глаз» опроверг теорию об утечке COVID-19 из китайской лаборатории Напомню, что «Альянс пять глаз» или «Пятиглазые» – это союз разведок пяти англосаксонских стран Соединенных Штатов, Британии, Канады, Австралии и Новой Зеландии В материалы The Guardian напоминают о заявлении госсекретаря США Майка Помпео 3 мая «Могу сказать вам, что существует значительное количество доказательств того, что этот вирус вышел из стен той самой лаборатории в Ухане» Конец цитаты Необходимый информационный фон в англосаксонском мире для таких заявлений обеспечил австралийский таблоид, принадлежащий Руперту Мердоку Australian Daily Telegraph, который разместил серию разоблачительных статей о Буханском институте вирусологии и завершил ее материалом, в котором говорилось о 15-страничном досье, созданном, цитата, «встревоженными западными правительствами» Конец цитаты «на основании данных, переданных британской разведкой и разведками остальных членов Альянса Пятиглаз» Журналисты Guardian не поленились обратиться к источникам в британской разведке которая настаивает на том, что досье, на которое сослалась Australian Daily Telegraph, не было получено от Альянса Пять Глаз Цитата «Британская разведка и разведки остальных членов Альянса Пять Глаз считают, что Пекин действительно мог скрыть часть информации о распространении коронавируса в Ухане на начальном этапе, то есть в декабре 2019-го, январе 2020-го года Однако они не хотят оказаться вовлеченными в обострившийся международный спор» Конец цитаты Кроме того, американские ученые, работавшие с Уханским институтом вирусологии, утверждают, что его нормативы техники безопасности соответствуют нормативам, принятым на Западе Источники в разведке Австралии заявили, что статья в таблоиде Мердока основана на материалах, находящихся в интернете и открытом доступе Интересно высказался влиятельный депутат от Консервативной партии и секретарь China Research Group Нил О'Брайан «Если бы китайское правительство было менее скрытным и авторитарным, и если бы оно активнее сотрудничало, оно могло бы предотвратить распространение абсурдных гипотез касательно источника пандемии коронавируса» Конец цитаты Авторитетное издание Scientific American уже дважды опубликовало интервью с вирусологом Чи Дженли, где говорилось, что генетическая последовательность нового коронавируса «не соответствует ни одной из тех последовательностей, которые ее лаборатория ранее изучала» Конец цитаты Однако, если журналисты Guardian просто в рамках рутинной работы, проверки источников и выяснения второго мнения поставили под сомнение все вашингтонские инвективы в адрес Пекина, то французская Le Monde пошла еще дальше В статье «Что мы знаем о всемирных военных играх в Ухане, после которых некоторые спортсмены заболели?» Приводятся факты, подтверждающие китайскую версию о том, что волна заболеваний среди участников всемирных военных игр 2019, которые прошли в октябре в Ухане, доказывает американское происхождение коронавируса Как мы помним, официальный представитель китайского МИД Джао Лицзянь еще 12 марта записал в своем твиттер «Американская армия могла принести эпидемию в Ухань. Соединенные Штаты должны нам предоставить объяснение» Китайский англоязычный официоз The Global Times в статье «Американская армия. Жертва или переносчик вируса» объяснила, что чиновник имел в виду именно игры, прошедшие в Ухане Ле Монт приводит информацию о пяти случаях госпитализации иностранных спортсменов во время игр в Ухане В марте на телеканале телевизион «Лаур-7» французская чемпионка по пятиборью Эллади Клувель рассказала, что сразу по возвращении всемирных военных игр в Ухане у нее появились необычные симптомы Ее муж тоже чувствовал себя плохо По словам спортсменки, многие участники соревнований очень тяжело болели, а недавно в разговоре военный врач предположил, что они переболели коронавирусом Цитата «Однако теперь Клувель не раздает интервью, телеканал телевизион «Лаур-7» удалил репортаж с ней со своего сайта, а всем спортсменам, которые входили в состав делегации, дано указание направлять журналистов к специалисту по связям с общественностью в армию и утверждать, что они ничем не болели во время после соревнований» Виталий и участники всемирных военных игр также получили инструкции не разговаривать с прессой Однако фехтовальщик Матео Тальяриоль успел рассказать в интервью газета «Делоспорт», что сборная страны заболела почти в полном составе Он уточнил, что болезнь не лечится антибиотиками, а он сам выздоровел только через три недели, при этом общая усталость не проходила еще дольше В середине апреля врач шведской военной базы в городе Буден сообщил прессе, что многие спортсмены лежали с температурой и не могли тренироваться в течение нескольких недель после прибытия из Ухани Французская армия 6 мая обнаружила заявление, согласно которому участники делегации не проходили и не будут проходить тестирования, потому что никто из них не сообщал о гриппе или госпитализации во время состязаний или по возвращении из Ухани Логика, если не железная, то вполне военная Таким образом, пишет Лемонт, цитата, военные оказались в затруднительной ситуации Только тестирование всех спортсменов позволит выявить случаи заболевания, однако это не поможет установить период заражения Вполне вероятно, что среди 400 членов делегации многие могли подхватить COVID-19 уже во Франции, а не в Китае, конец цитаты Впрочем, что касается подтвержденных фактов, то в международной политике Соединенных Штатов их отсутствие никогда не являлось поводом для отказа от обвинений Так что, думаю, никто не удивится тому, что законопроект об американских санкциях против Поднебесной за COVID-19 на сегодня уже внесен в Конгресс Впрочем, чем ближе к американским выборам, тем больше горячих точек создает Дональд Федорович, как за границами США, так и внутри страны Ну, с Венесуэлой вроде бы все понятно Весь заговор по свержению Мадуро можно более или менее восстановить по показаниям захваченных заговорщиков Например, о том, что лидер оппозиции и самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайда Лично встречался с главой американской охранной фирмы «Сильверкорп» Джорданом Гудро в Вашингтоне Для обсуждения деталей вооруженного вторжения заявил один из задержанных наемников Антонио Секея Видео допроса которого транслировалось по государственному телевидению республики Цитата «В середине марта, когда Гуайда находился в поездке в США, Джордан Гудро сообщил нам по телефону, что находится на встрече с Гуайда в Белом доме И что тот расценивал его в качестве военного советника для смещения режима в Венесуэле Это придало нам уверенности и ощущение безопасности «Поскольку годом ранее мы видели Джордана Гудро вместе со службами безопасности президента Дональда Трампа» Конец цитаты Один из двух задержанных американских наемников сообщил на допросе, что вместе с сообщниками должен был взять под контроль аэропорт и доставить туда венесуэльского лидера, чтобы затем увезти его в США Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к группе лиц, арестованных в Венесуэле И что, цитата «США не стали бы скрывать факт проведения операции против этой страны, если бы планировали ее» Конец цитаты Американские мастера стендапа нервно курят на карантине В самих же Штатах неуемный Дональд Трамп призвал власти Штата Калифорния позволить официально возобновить работу единственного в США автомобильного завода Тесла Разумеется, призыв был размещен в Твиттере Цитата «Калифорния должна позволить Тесла и Илону Маску открыть завод сейчас. Это можно сделать быстро и безопасно» Конец цитаты За несколько часов до этого Илон Маск сообщил о возобновлении работы завода вопреки запрету властей округа Аламида, где расположено предприятие Конфликт возник из-за того, что губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом подписал распоряжение, согласно которому Решение о продлении карантина и уровне ограничений принимается властями округов и городов В Аламиде продлили самоизоляцию до конца мая Но, похоже, наиболее жесткую и последовательную позицию Дональд Трамп занимает по отношению к Саудовской Аравии Которая стала причиной предбанкротного состояния американской нефтяной отрасли, в первую очередь сланцевой добычи Общая арабская газета «Раль Ай Яум», расположенная в Лондоне, опубликовала очень интересный материал «Союз с 1945 года. Нефтяной кризис угрожает детищу Рузвельта и Абдул Азиза» Издание напоминает, что Американо-Саудовскому альянсу, прозванному католическим браком, то есть нерасторжимым союзом, уже более 75 лет Однако сегодня он находится на грани развала Члены Конгресса обвинили королевство в участии в экономической войне против Соединенных Штатов После того, как в марте этого года Саудовская Аравия объявила об увеличении добычи нефти до 13 миллионов баррелей Цитата В материале содержатся интересные дипломатические подробности В апреле ряд ведущих политических партнеров Эр-Риада в Американском Конгрессе сообщили послу Саудовской Аравии в Вашингтоне Рими Бинт Бандар Рай Аль-Яум ссылается на рассказ сенатора Теда Круза, который утверждает, что посол защищал свою страну, обвинив во всем Россию На что сенатор ответил, мол, Россия, в отличие от Саудовской Аравии, вовсе не друг США Цитата «Вы ведете себя совсем не как наши друзья, поскольку пытаетесь уничтожить тысячи небольших предприятий в Техасе и по всей стране» Конец цитаты Издание напоминает, что большая часть американской нефтянки расположена в Техасе, Северной Дакоте и Луизиане, о плоти республиканцев Кстати, сам Тед Круз представляет Техас В то же время отношения Эр-Риада с демократической партией, имеющей большинство в палате представителей, также испорчены убийством саудовского журналиста Джамала Хашоги Изближение наследного принца Мухаммеда Ибн Салмана с Дональдом Трампом Цитата «Демократы неоднократно пытались наказать Саудовскую Аравию за нарушение прав человека и продолжение войны в Йемене Но эти попытки всегда встречали противодействие со стороны республиканской партии, исторически известной своей поддержкой королевства» Конец цитаты 23 апреля сенатор-республиканец от нефтеносной Северной Дакоты Кевин Крамер заявил Цитата «Мне было трудно объяснить избирателям, почему мы тратим свои деньги и рискуем жизнью, чтобы защитить Саудовскую Аравию, которая так обходится с нами сейчас Защищать саудовцев стало чрезвычайно трудно» Конец цитаты Рай Аль-Яум со ссылкой на американских экспертов утверждает, что исторический альянс, сформированный президентом США Франклином Рузвельтом И основателем Саудовского государства королем Абдул-Азизом Аль-Саудом в 1945 году, находится на грани краха Цитата «Единственное, что сейчас связывает Саудовскую Аравию с Соединенными Штатами, это Трамп», отметил аналитик Брюс Ридл, проработавший в ЦРУ 30 лет Конец цитаты При этом автор статьи напоминает, что когда летом 2019 года иранцы совершили нападение на нефтяные танкеры в районе Просидского залива Трамп ответил, что Япония и Южная Корея должны сами защищать свои корабли Когда осенью того же года были атакованы ключевые нефтяные объекты Саудовской Аравии, на которые приходится почти 5% мировой нефтедобычи Цитата «Трамп опубликовал, что осуждает нападение, а затем потребовал, чтобы Саудовская Аравия заплатила Вашингтону за защиту своей безопасности» Конец цитаты Вопрос Способен ли Вашингтон прожить без арабской нефти? Мы обсудим с экспертом в сфере энергетики Дмитрием Маруничем Добрый вечер, Дмитрий Да, здравствуйте Давайте вот наш вопрос Насколько в принципе Соединенные Штаты Америки, или может быть вся Северная Америка, зависят от арабской, в частности от саудовской нефти? Ну то, что последние 75 лет было как бы аксиома, это зависимость, вот, а на сегодня это уже теорема или вообще уже опровергнутое утверждение? Ну, Штаты это на самом деле такой интересный достаточно феномен, если там исследовать, проанализировать точнее, то, каким образом это государство влияло на глобальные расклады, на глобальные ситуации на мировом рынке нефти, то мы увидим, что у них был взрывной рост в начале предыдущего столетия, всем известно, Штаты были крупнейшей одной из нефтедобывающих держав. Там, в принципе, частичная нефтяная индустрия заделась в современном понимании этого слова. Потом они утратили свое значение, как нефтедобывающее государство, но с счетом развития местной индустрии резко нарастили с потреблением. И на долгие годы были крупнейшим, наверное, да не наверное, а были одним из крупнейших импортеров ресурсов. И вот уже в конце 90-х, начале нулевых, текущего столетия, за счет технических решений, налоговых льгот правительства США, а также огромного количества капитала, который был вложен в отрасль, там произошла так называемая сванцевая революция. И Штаты где-то на рубеже концы десятых годов текущего столетия стали одним из крупнейших, а потом и крупнейшим производителем нефти в мире. То есть они сейчас в стройке стабильно, иногда меняются там местами. Российская Федерация, Судовская Аравия и США, ну тут не суть важна, добывают они примерно 10-11 миллионов баррелей в сутки и, повторюсь, входят в стройку лидера. Но при этом, в счетом размеров и масштаба национальной экономики, Штаты остаются одним из крупных импортеров ресурса на свой внутренний рынок. Это непривожная история. И вот такая двойственная ситуация, которую оказывает Штаты в целом на национальный, на нефтяной рынок глобальный. О чем это говорит? Ситуация Саудовская Аравия, в членной степени от ее влияния на свой внутренний рынок, они избавились уже, поскольку сами много добывают. Однако не полностью, потому что любой импорт, как мы видим, он влияет в конечном итоге на ситуацию на внутриамериканском рынке и также через внутриамериканский рынок имеет прямое влияние на глобальный нефтяной рынок. Тут сложно эту зависимость отрицать. Также необходимо помнить, что сванцевая нефть, так называемая, это даже в таком нашем понимании, привычном в постсоветском, скорее газовый конденсат. Это легкие сорта нефти, и они также доступны для переработки только на части предприятий, технология которых как раз, собственно, заточена или приспособлена для такого рода переработки. И это тоже важно, потому что в отдельных государствах, особенно в странах Европы в частности, заводы проектировались на переработку совсем иных видов нефти. Поэтому, если говорить о том, что американская нефть сванцевая действительно уже покидала пределы государства США и транспортировалась, и вот как она еще может влиять на меры, транспортировалась на рынке иных государств. Так вот, применение ее также не стоит преувеличивать, поскольку не везде ее можно просто с выгодой переработать. Не все предприятия, они технологически способны и экономически выгодно переработать ту самую сванцевую нефть, для того, чтобы экономика производства нефтепродукта была соответствующей и конкурентоспособной. Это тоже нужно учитывать. Если не ошибаюсь, первым покупателем сванцевой нефти была Южная Корея. Это произошло буквально несколько лет тому назад, какие-то небольшие объемы из Штатов до сих пор вывозятся. Хотя сейчас идет падение производства в Соединенных Штатах в Америке, совершенно стремительное, не характерно стремительное для последних лет. Если мы вспомним предыдущую сделку ОПЕК+, предыдущую, не эту последнюю, а предыдущую, и предыдущий нефтепной кризис, когда цены у нас тестировали уровень 27, они, конечно, не тестировали штатов уровень минус 37, но 27 точно было долларов за баррель. Так вот, в Штатах добыча нефти снижалась куда медленнее, куда меньшими темпами, чем в настоящее время, когда мы уже имеем падение очень существенное. Вообще, Штаты, по сути, декларировали намерение сократить добычу примерно на 2 миллиона баррелей в сутки. И мы уже, точнее, они уже вплотную приближаются, сколько мне известно, к этому рубежу. И повторюсь, тут либо стрелял психологический фактор, либо экономический, а может и коронавирус, и все это совокупно. И если так уже выразиться по постсоветски, добыча в Штатах падает стремительным домкратом, причем без каких-либо ограничительных мер местного правительства, потому что он действительно такими мерами не обладает. А может ли изолировано существовать североамериканский или просто, так сказать, американский рынок нефти? Если американские потребители будут готовы к резкому увеличению себестоимости галлона на своих автозаправочных станциях, то, несомненно, такая теоретическая схема может быть обкатана. Но я уверен, что американское правительство, оно может быть сумасшедшее, оно циничное по отношению к странам, таким как Украина, Афганистан, Ирак. Но в интересах своего потребителя оно заботится, в том числе и потому, что там есть некие процедуры, которые позволяют это правительство, ну если не свалить, ну по крайней мере испортить ему жизнь очень основательно. Поэтому реализация такого рода мероприятий, мне кажется, очень условной, никто это не пойдет, просто потому, что внутренние субъекты, не только потребители, а это и ассоциации потребителей, это и политические силы, и я думаю, не только общественные организации, которые отстаивают интересы американского потребителя нефтепродуктов, а для них это один из ключевых факторов, мы знаем, то, что цена нефтепродуктов в Штатах ниже, чем в большинстве стран Европы, и не только. Конечно, им сложно с такими странами посоревноваться, как Иран и Миннесеева, но это другой уже отдельный разговор. Я не допускаю такого сценария, это практически невозможный сценарий, и прежде всего не с точки зрения объема, а с точки зрения именно экономической и потребительской. Благодарю вас, Дмитрий, за комментарий. Спасибо. Мы же можем констатировать, что заключенная сделка ОПЕК 2+, мало чем помогла американским сланцевикам. Так, например, компания EOG Resources Incorporated, второй по капитализации независимый нефтепроизводитель Штатов, сообщил, что сокращает добычу на четверть и отменяет ввод в эксплуатацию примерно 40% от запланированных в этом году скважин. Компания Cheese Peak Energy Corporation заявила, что не может получить доступ к финансированию и рассматривает вопрос о реструктуризации своего долга в размере более 9 миллиардов долларов, если цены на нефть не восстановятся после резкого падения. Continental Resources Incorporated в мае снизит добычу нефти на 70% от текущего уровня, хотя изначально планировалось лишь 30% снижение. И это серьезно не только в цифровом измерении, но и в силу того, что владелец сланцевой компании Continental Resources Гарольд Хам является одновременно и крупнейшим сланцевым бароном и внештатным советником Дональда Трампа по вопросам энергетики. А американские сланцевые компании активно финансируют избирательные компании республиканцев. Именно Гарольд Хам вместе с альянсом производителя энергоресурсов США требовал от Министерства торговли США начать расследование демпинга Саудовской Аравии. Как результат, Дональд Трамп перешел от угроз к действию. Согласно информации от Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника, США уже начали вывод из Саудовской Аравии двух ракетных батарей Patriot, несколько истребителей и 300 военнослужащих. Пикантные подробности. Сокращение американского контингента производится всего через 4 месяца после его наращивания ввиду иранской угрозы. И выводятся именно те две батареи, которые охраняли нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Но остаются еще две, охраняющие авиабазу принца Султана в пустыне Саудовской Аравии, где расположены американские истребители. Так что теперь йеменские хуситы, поддерживаемые Ираном, способны одним локальным ударом поднять цену на нефть на нефтяных рынках до уровня приемлемого для американских сланцевиков. Впрочем, мы же понимаем, что на то будет воля Аллаха, а не Трампа. Но наследный принц Салман, похоже, не стал проверять, насколько Аллах, Акбар в вопросах ценообразования на нефть и решил умилостивить Дональда Трампа. Вообще-то старые опытные принцы-консерваторы из нефтяносных стран залива прекрасно знают не очень старую восточную мудрость. Если быстро открутить нефтяной кран, то закручивать его придется еще быстрее. И вот теперь в этой мудрости экспериментальным путем убедился молодой и горячий наследный принц Мухаммед бен Салман, про которого говорят в семье, не без реформатора. Согласно заявлению Саудовского информационного агентства от 11 мая, Министерство энергетики Саудовской Аравии приказало компании Сауди Арамка снизить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+. Таким образом, по сравнению с апрелем снижение добычи Саудовской Аравии в составе 4,8 миллиона баррелей в сутки, в абсолютном выражении страна будет добывать в июне всего 7,5 миллионов баррелей в сутки. Почти на 40% меньше, чем между окончанием действия соглашения ОПЕК+, и вступлением в силу ОПЕК++. Кроме того, Сауди Арамка поручена изыскать возможности по снижению нефтедобычи в мае ниже уровня 8,5 миллиона баррелей в сутки по договоренности с клиентом. Представитель Министерства энергетики подчеркнул, что цель королевства посредством дополнительных сокращений стимулировать другие страны-производители, выполнять обязательства и обеспечить дополнительные сокращения для стабилизации мирового нефтяного рынка. Ну, строго говоря, в любом картеле, а ОПЕК с любым количеством плюсов – это картель, добровольное сокращение производства одними из участников, если к чему и стимулирует остальных, так это к тому, чтобы ничего не снижать. Но на самом деле, в данном случае, Эр-Риад имеет в виду Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, вместе с которыми он ранее взял обязательства суммарно сократить добычу на 2 миллиона баррелей в сутки сверх обязательств по ОПЕК++. На этот раз благородный порыв саудитов Кувейт подхватил лишь на 80 тысяч баррелей в сутки, а Эмираты на 100 тысяч баррелей. Кроме того, сравнительно юный реформатор Бин Сальман имеет теперь возможность убедиться в том, что, начав непопулярные меры, остановиться уже будет очень сложно. Так, согласно сообщению агентства Reuters, в Королевстве в три раза поднята ставка налога на добавленную стоимость – с 5 до 15%. Приостановлена выплата пособий малообеспеченным и компенсация расходов на проживание для государственных служащих. Беспрецедентные меры жесткой экономии были приняты после того, как в первом квартале Королевство объявило о дефиците бюджета в 9 миллиардов долларов. При этом международные резервы сокращались самыми высокими темпами за 20 лет и упали до уровня 2011 года. Сокращены и приостановлены расходы на общую сумму в 26,6 миллиардов долларов. От себя дополню, что ввиду жесткой привязки саудовского реала к американскому доллару, у Эр-Риада весьма ограниченный набор инструментов реагирования на падение доходов от продажи нефти при резком сокращении ее добычи. Цитируемая Reuters Моника Малик, главный экономист Коммерческого банка Абу-Даби, прогнозирует бюджетный дефицит Саудовской Аравии в рекордные 16,3% от ВВП на этот год. Однако не исключено, что проблемы Эр-Риада на этом не заканчиваются. Отдельные эксперты предполагают уже в ближайшие месяцы потепление отношений между Вашингтоном и Тегераном. Во всяком случае, именно предвестником такого потепления некоторые трактуют запись в твиттер Верховного Аяталы Ирана. Цитата. «Имам Хасан Майтаба – самая смелая фигура в истории ислама. Он был готов пожертвовать собой и своей репутацией среди своих сторонников ради мира, чтобы защитить ислам и защитить Коран, а также направлять будущие поколения». Конец цитаты. Поясню для неверных. Речь идет об одном из ключевых моментов в становлении ислама. Когда в 661 году н.э. второй шиитский имам Хасан пришел к соглашению с Муавией – амиядским халифом. Компромисс предотвратил войну между суннитами и шиитами ценой признания суннитской династии амиядов в халифате. Иранский оппозиционный ресурс IronWire трактует эту отсылку к безоговорочному шиитскому авторитету как подготовку общественного мнения Ирана к возможным компромиссам с Соединенными Штатами. Буквально на следующий день официальный представитель иранского правительства Али Рабия заявил, что, цитата, «власти Ирана готовы к переговорам с США по обмену заключенными без предварительных условий», конец цитаты. При том, что еще совсем недавно официальный Тегеран отвергал любые прямые переговоры с Белым домом за полгода до президентских выборов в США. Ну, а вопрос, возможно ли при Трампе сближение Вашингтона и Ирана, мы обсудим с экспертом-международником Ильей Кусой. Добрый вечер, Илья. Здравствуйте. Ну, последние годы, а тем более месяцы, приносят нам различные новшества, о которых мы не могли даже подозревать ранее. Сейчас под испытанием находится Американо-Саудовский альянс. Действительно уже говорят о том, что он может и развалиться. И в связи с этим появляются различные догадки, домыслы о том, что возможно потепление отношений Соединенных Штатов и Ирана. Ну, вот давайте мы начнем с вопроса об отношениях на сегодня между Саудовской Аравией и Ираном. Насколько они находятся в такой горячей стадии в связи с войной в Йемене, атакой, скажем, как считается, иранских прокси на саудовские объекты? И кто союзники Ирана в регионе? Ну, на сегодняшний день я бы не сказал, что Саудовская Аравия и Иран находятся там в каком-то эксклюзивном положении, чем то, что мы наблюдали последние десятилетия. То есть между ними соперничество продолжается, как продолжалось все это время. Причем региональные площадки, где они часто демонстрируют свою силу, борются друг с другом, конкурируют, тоже не особо изменились. Ну, кроме, конечно, Йемена и обострения конфликтов, ну, опять же, в традиционных, в принципе, странах, таких как Сирия, Ливан, Ирак тот же. Ямин просто стал, ну, мне кажется, там произошла слишком чрезмерная реакция самих саудовцев, когда они решили военным путем решить проблему, которая там всегда существовала с хуситами. Ну, раньше саудовцы предпочитали действовать дипломатическими методами, через переговоры, через связи с племенами Южной Аравии, которых у них достаточно. Ну, в этот раз, вернее, в 2015 году, ну, как говорят, наследный принц Мухаммед бен Сальман за этим стоял, он решил показать силу, скажем так. Ну, а хуситы, когда Иран им предложил помощь, ну, они не отказались, потому что, ну, понятно, им нужен был какой-то союзник. Я думаю, что на сегодняшний день и Саудовская Аравия, и Иран заинтересованы в том, чтобы выйти на какое-то перемирие региональное, не делать слишком больших уступок, и как так, чтобы это удовлетворило и внешних стейкхолдеров, например, Соединенные Штаты. В Саудовской Аравии самой там есть много, ну, есть сторонники примирения с Ираном, и есть те, кто гнут более жесткую линию. К ним относится тот же наследный принц Мухаммед бен Сальман, он не может там развернуть просто сейчас на 180 градусов политику и начать нормализацию отношений с Ираном, это тоже осложняет переговоры. Но я думаю, если мы говорим о Саудовской Аравии и Иране, неизбежно, когда они выйдут на какие-то договоренности, потому что любая война на территории одного из государств будет означать катастрофу в региональном масштабе и повлияет на другое государство. Хорошо. Ну, это все равно сейчас два полюса, причем и политических, и экономических, ну, и, получается, что и религиозных. Ну, вот, а возможно ли начало поворота на 180 градусов в отношениях Ирана и Соединенных Штатов? Возможно ли, как минимум, как первый шаг, возврат к ядерной сделке? Если победит Джо Байден и демократы, соответственно, то да, потому что они настроены и как раз они являются представителями такой вот умеренной американской элиты, которая, ну, видит, ну, вот решение вопроса это вернуться к переговорам. Если будет переизбран Дональд Трамп, я тоже не исключаю, что он может пойти уже после выборов, то есть не сейчас, а после выборов, пойти на какую-то... Ну, на самом деле, тут просто нужно отметить, что Дональд Трамп-то на самом деле пытался много раз выйти на диалог с Ираном, просто иранцы не хотят. В ближайшие дни в Совете Безопасности должен рассматриваться вопрос эмбарго, ну, продление эмбарго на поставки оружия в Иран. Ну, само эмбарго где-то в середине октября истекает, но решение сейчас будет приниматься о возможном продлении. Как вы оцениваете перспективы? Российский представитель уже сказал, что нет оснований продлевать эмбарго. Что скажут европейцы? Я думаю, его не продлят. Ну, если исходить из позиций стран на сегодняшний день, его не продлят. Но я не исключаю, что, возможно, будут торги, и, возможно, Совет Безопасности до осени еще что-то решит. То есть я не думаю, что это будет последнее заседание. Другой вопрос, если будут торги, кто что кому пообещает. Например, что Штаты пообещают России в обмен на то, что она, например, согласится продлить эмбарго. Я не думаю, что тут у России какая-то очень принципиальная позиция из любви к Ирану, что они вот так выступают. Я думаю, что, наоборот, они тут как раз набивают себе цену. Ну, для Китая это более принципиальный вопрос. Конечно. Да. И поэтому с Россией я, в принципе, представляю, чтобы американцы договорились. Я тут не вижу никаких проблем. Тем более России в некотором смысле выгодно, чтобы Иран там оставался под ограничениями, поскольку они его тоже считают конкурентом на региональном уровне. А вот с китайцами я, учитывая особенно вот эту разгоняющуюся в Штатах истерию по поводу коронавируса, что это все китайский эксперимент, направленный против Америки, я не представляю, как они будут договариваться. То есть Китай может разве что занять нейтральную позицию. Но, опять же, это вопрос торгов. Это вопрос переговоров, что и кто кому пообещает. Но я склоняюсь к тому, что эмбарго не продлят. Благодарю вас за комментарий. Спасибо, Илья. Спасибо большое. В последние дни накатывающий финансовый кризис в Евросоюзе принял институциональные формы. Немецкий Конституционный суд пригрозил выходом Центробанка Федеративной Республики Германии из Европейского Центробанка в случае, если ЕЦБ не объяснит пропорциональность своей программы с закупки государственных аппликаций сложившейся экономической ситуации. Ну, а далее вы прекрасно сами знаете, где назревает серьезный финансовый кризис, там можно смело петь про Сороса, который кружится над головой в ожидании добычи. На этот раз, комментируя решение немецкого Конституционного суда, филантроп-стервятник в комментарии Daily Mail предрек конец Евросоюза из-за эпидемии коронавируса. На этот раз наш Агасфер дал своим последователям урок высшего либерального мастерства, заявив, что Евросоюз более уязвим, нежели Соединенные Штаты, цитата, поскольку основан на верховенстве права, а колеса правосудия движутся очень медленно, в то время как угрозы, такие как коронавирус, движутся очень быстро. Это становится проблемой для Евросоюза. Конец цитаты. Скажу честно, признание Джорджа Тивидаровича в том, что верховенство права может быть не преимуществом, а недостатком, дорогого стоит. Однако должен сказать, что у нас в некоторых сферах действует верховенство соросят, но сказать, что это укрепляет государственность, было бы преувеличение. Джордж Сорос в качестве уязвимости верховенства права как раз и приводит решение германского конституционного суда. Со своей стороны в защиту этого решения выступила Ангела Меркель. The Guardian в своей статье описывает весьма интересную ситуацию. Выдвиженко Меркель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен, заявила о возможных судебных последствиях для Берлина в случае вступления «Имплементации решений Конституционного суда ФРГ». Ну а канцлерин выступила в качестве миротворца. Издание отмечает, что это первый прецедент, когда суд национального государства поставил под вопрос решение европейского суда, чем спровоцировал угрозу для универсального применения европейского права. Ангела Меркель отметила, что спора с Брюсселем можно избежать, если АЦБ продемонстрирует необходимость своей программы по закупке гособлигаций, тем самым став на сторону Центробанка Германии. В сторону немецкого Центробанка приняло также популярное немецкое издание «De Welt». Издание со ссылками на ведущих экономистов пишет об испытании на прочность финансовой системы Евросоюза. Серьезной проблемой стал резкий рост государственных задолженностей из-за коронавируса. Европейский Центробанк пытается стабилизировать ситуацию через закупки гособлигаций и благодаря этому страны-члены ЕС сейчас не испытывают финансовых проблем. Впрочем, деятельность ЕЦБ все чаще становится объектом критики, отмечает The Guardian. Однако, по словам главного экономиста Коммерцбанка Йорга Крамера, ЕЦБ все больше превращается в финансово-политического эксплуататора. Крамер считает, что своими действиями ЕЦБ снижает готовность стран к реформам, а также вносит вклад в создание опасных пузырей на рынках недвижимости. Главным же инструментом решения проблемы экономисты видят урезание долгов, в первую очередь итальянских. Ну, а более подробно вопросы европейского единства на фоне коронавируса мы обсудим с директором Института «Новая Украина» Святославом Денисенко. Добрый вечер, Святослав. Добрый вечер. Уникальное решение, я так понимаю, оно промежуточное, но принято Конституционным судом ФРГ о приоритете национального законодательства в сфере финансового регулирования над общеевропейским. То есть, в Германии приоритет Центрального банка Германии над Европейским Центробанком. Ну, очень так упрощенно. Давайте, да, разберем. Тут три плоскости в этом решении Федерального Конституционного Суда. Ну, во-первых, скажем так, совсем уж неожиданным его назвать нельзя. Подобный процесс был инициирован еще в 2012 году, и он был связан с рассмотрением законности первой программы, которую в 2012-м огласил Европейский Центробанк, как раз по скупке облигаций стран еврозоны, терпящих бедствия, ну, в частности, Испания, Италия и так далее. Вот. Вот по этому делу, по этому кейсу решение было принято в 2016 году. Тогда Конституционный суд Германии отправил, так сказать, дело на рассмотрение Европейского Суда, ну, потому что деятельность ЕЦБ, Европейского Центробанка, она находится в юрисдикции Европейского Суда, то есть Суда Европейского Союза. Вот. А суд Европейского Союза вынес решение о полном соответствии программы ОМТ, Outright Monetary Transaction, 2012 года, о полном соответствии Мастрикскому-Лиссабонскому соглашению, как бы проблема была вроде типа снята с повестки дня. Но в 2015 году началась новая программа. ЕЦБ начал скупать на открытом рынке долг, так сказать, в основном стран Южной Европы. Объясняли они это чем? Объясняли они это тем, что таким образом они разгоняют инфляцию, не допускают дефляции, оживляют экономику Европейского Союза. Так вот, это решение было протестовано в Конституционном суде Германии, это уже как бы было второе обращение. Извините за такую долгую подводку, но это понимает, да, тут есть как бы инструментальные вещи, и важно понимать, да, Конституционный суд Германии в 17-м году отправил опять это новое дело на рассмотрение в Европейский суд. Европейский суд в 18-м сказал, что все в порядке. А вот своим решением нынешним, от 5-го мая, Конституционный суд ФРГ вынес решение, которым назвал вердикт Европейского суда юридически ничтожным и не требующим исполнения. То есть фактически теперь поднимается вопрос о том, что Конституционный суд любой европейской страны, об этом, кстати, с беспокойством написал Джордж Сорос недавно, теперь Конституционный суд или Верховный суд любой европейской страны может опротестовать или вынести вердикт, касающийся деятельности Европейского института. То есть возникает коллизия теперь между взятыми обязательствами и делегированным суверенитетом на наднациональный уровень и национальным уровнем. Грубо говоря, может разрушиться единое правовое пространство Европейского Союза. Вот в чем основной риск или феномен этого решения Конституционного суда ФРГ. Возможно, ну, скажем так, возможно, это не добьет и не похоронит программу ЕЦБ и не остановит вот эти меры стимулирования, вот о которых так часто сейчас говорят. Но здесь есть еще и политическая плоскость. Что это такое? Что это за решение? Это демарш очевидный германской и немецкой элиты против несправедливой, с их точки зрения, политики европейских центральных органов. Чем это связано? Вот Германия долгое время соблюдала бюджетную дисциплину. Жестко соблюдала, так сказать, маастрихские критерии, не допуская превышения дефицита 3% ВВП. При этом страны Европы, именно там Южная Европа, Италия, Франция в том числе, они, естественно, допускали превышение этого дефицита, да. И вот вокруг этих, так сказать, вот этого недобросовестного поведения очень часто возникали споры. А что делал ЕЦБ? Решив, конечно, не прямо, прямо запрещено тем же мастрийским и лиссабонским договором, но решив на открытом рынке выкупать облигации этих европейских стран, он фактически давал зеленый свет банкам на покупку и на финансирование государственного долга Италии, Франции, Греции. То есть для банков, для финансовых спекулянтов появлялся, условно, кредитор последней инстанции, lender of last reserve, да, кредитор последней руки, который готов брать на себя все эти риски. А риски же растут. То есть если, допустим, перед коронавирусом, перед вот этой, так сказать, эпидемией, остановкой, госдолг Италии там был... Ну, грубо 130. Да, грубо 130. Там плюс-минус пару процентов, да, грубо. Совершенно. То вот, как сказать, в 2021-м по прогнозам он приблизится к 160, а к 2025-му приблизится к 200% ВВП. Столько не было даже у Греции. Да, соответственно, у Греции там... Только экономика. 60-170, а здесь экономика, входящая в большую семерку, да, одна из основных экономик Европейского Союза. И вот получается, что теперь на балансе Европейского Центробанка. Там уже под 3 триллиона облигаций, так сказать, государств, обремененных долгами. Да, и еще будет наращиваться этот портфель. То есть сейчас активы ЕЦБ вместе там со всеми программами, это порядка 44-45% от всего ВВП ЕС. Вижу, получается. Риски накапливаются. Идет монетизация долгов. Добросовестные, так сказать, страны никаких преференций от этого не получают, потому что долг недобросовестных участников Союза монетизируется. Это, конечно, вызывает у немецкой элиты неприятие. Ну, вот я последний вопрос вам задам. А мне кажется вам, что есть вот некая такая, ну, странность, или даже, может быть, такая политическая шизофрения. Но во многом евробюрократия-то и сформирована Германией. И, говорит, когда мы увидим, так сказать, фон Ляйнен, которая спорит с Меркель, ну, знаете, тут у меня некая, так сказать, вообще просто диссонанс. И накладывает санкции на Германию, да-да-да. Говорит она, но ведь Меркель приложила большие усилия, более того, через колено, фактически, так сказать, продавливала. Понимаете, здесь вот Европейский Союз подошел к тому моменту опять. Вот он к краю вот этого, так сказать, к точки, к реперной точке, к точке бифуркации, когда должно произойти изменение, несколько раз подходил. Сейчас он опять там. Надо принимать решение. Либо действительно это еще большая федерализация, так сказать, сочленение, единая налоговая политика какая-то, да, тогда вот эти коронооблигации и так далее, либо дальнейшее сокращение уже полномочий Европейской комиссии, Европейского Центробанка и, как бы, переход обратно к, ну, некоему единому рынку. Понимаете, что получается? Немцы рассчитывали, что выполнение соглашения даст возможность им, ну, скажем так, быть успешнее. То есть, грубо говоря, так бы немецкие конкуренты купили бы французов, купили бы итальянцев, купили бы, так сказать, или закрыли бы, вынуждены были бы закрываться эти конторы. А так, соответственно, Европейский Союз, европейские институты начинают помогать Югу. Это, если хотите, мы сейчас находимся в острой политической конкуренции между Севером и Югом в Европе. Я бы не назвал это уж такой уже, ну, прям совсем уже, да, войной между Севером и Югом. Но это близко к этому. И вот это вот противоречие, оно раскалывает Европейский Союз. И чиновники Европы, они вынуждены все время то угождать Югу, принимая вот эти сумасшедшие стимулирующие программы, то прислушиваться к Северу, там, к Нидерландам тем же, к Германии, которые пытаются эти все программы заблокировать и обратно привести все в соответствии с тем, как договаривались, там, в 92-м, там, в 2007-м. Вот эти противоречия, они, конечно, систему европейскую разрывают. И если говорить там о перспективах, то вот мы буквально там квартал назад, два квартала обсуждали там вопросы европейской армии, там, какой-то европейской оборонной политики. Вот это все, оно становится сейчас как бы достаточно сложным, невозможным и эфемерным очень сильным. Благодарю вас, Света Слав, за комментарий. Спасибо большое. И в заключительной части нашей программы мы поделимся с вами курьезами. Как сообщает BBC, парижская прокуратура начала расследование в отношении бывшего президента Франции Валерии Жескар-де-Стена по обвинению в сексуальных домогательствах. Жалобу на экс-президента, которому сейчас 94 года, накатала немецкая журналистка Анна Катрин Штраке. Она утверждает, что Зескар-де-Стен обнимал ее за талию и несколько раз прикасался к ее ягодицам после интервью в 2018 году. И вот теперь парижские следователи вместо того, чтобы завидовать экс-президенту, вынуждены расследовать. Что же касается адвокатов экс-президента, то согласно их заявлению, Жескар-де-Стен не помнит о таком инциденте, не знает о сути обвинений и рассматривает возможность подачи иска в связи с настолько низкими и оскорбительными нападками со стороны масс-медиа. Да, память она такая. Дружбу с Брежневым в 40-летней давности помнит, а ягодицы журналистки нет. А тем временем в Соединенных Штатах республиканцы тестируют, как сексуальные скандалы, связанные с Джо Байденом, повлияют на его шансы стать президентом. Результаты одного из последних опросов, сделанных компанией HarrySex и проанализированных консервативным изданием The Hill дали следующий результат. 77% зарегистрированных избирателей слышали об обвинениях в адрес Байдена со стороны Тары Рид. Серьезно следят за развитием сюжета 59% демократов и 66% республиканцев. Интересно, что мужчины более внимательно следят за развитием ситуации, нежели женщины. Согласно же интегральной усредненной оценке сайта RealClearPolitics, Байден пока сопережает Трампа на 4-5%. Но ведь еще не все помощницы написали на него заявы. Ну и в заключение об одном послесловии к Дню Победы, который по отношению к некоторым действует как святая вода на бесноватых. Украинский посол в Турции Андрей Сибиха, возмутившись, что в Аланье на День Победы во время предвижного концерта исполняли советскую песню «Катюша», оставил гневную запись в Твиттере. Цитата. «Я хочу думать, что наши турецкие друзья в Аланье были введены в заблуждение. Поддержка мэрии Аланьи, расистской провокационной акции, свидетельствует о неуважении к чувствам миллионов украинцев. Неужели украинский турист больше нежеланен в прекрасной Аланье?» Конец цитаты. Благодаря емкому турецкому языку сложное определение «интеллектуал климкинского стандарта» можно заменить одним словом – «чатлак». Кстати, это дипломатическое недоразумение умудрилось подвесить к своему твиту соответствующее видео, чтобы больше людей смогли насладиться любимой «Катюшей». Да нет, турецким курортам нужны украинские туристы. Просто Турции не нужны такие украинские послы. На этом наша программа подошла к концу. Международная панорама и ее ведущий Дмитрий Джангиров прощаются с вами до следующей недели. Будьте здоровы! Всех благ!